Стенограмма вступительной речи генерала Руденко на Нюрнбергском трибунале. Спустя 75 лет каждый житель России может увидеть этот документ. Значение работы главного обвинителя Советского Союза на самом масштабном судебном процессе в истории человечества трудно переоценить. Это свидетельство на все времена, прежде всего о преступлениях нацизма. Очень большая работа была проведена генеральным прокурором, ну не только в лице генерального прокурора, под его руководством, тем составом следователей, которые выполняли, они же буквально, как говорят, по горячим следам тех фашистских преступлений. И это все нужно было в кратчайший срок донести. И его вот обвинительная речь, умение представить факты, конечно, большую роль сыграло в том плане, что мы будем говорить, ну, был устроен такой миропорядок после окончания Великой Отечественной войны. Без срока давности так называется выставка в Доме офицеров Самарского гарнизона. Рассекрещенные архивные документы представлены благодаря одноименному федеральному проекту, который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Выставка открыта сразу в 63 регионах страны. Основу материальной части экспозиции составляют находки поисковых отрядов. Роман Димахин трижды ходил в экспедицию. Один из основных его раритетов – пистолет-пулемет Шпагина. Не менее значимым стал набор медицинских инструментов. Стекло. Медицинское стекло, которое здесь представлено, это фрагменты спиртового градусника, ртутного градусника, колбы медицинские. В общем, это было удивительно, когда мы нашли этот схрон. Вот лично я его потому что нашел. И теперь это вот часть выставки, на которую можно посмотреть. Сегодня страшно смотреть на эти фотографии. А ведь в еще недалеком историческом прошлом это было на российской земле. Это просто мирные жители, дети, старики, подростки, которые были умеществлены различными способами, которые угонялись в Германию, к сожалению, которые испытали на себе весь тот ужас в течение нескольких месяцев до нескольких лет на оккупированных территориях. И самая важная миссия этой экспозиции – напомнить любителям переписывать историю о трагедии Великой Отечественной войны, чтобы такое больше никогда не повторилось. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.